Добрый день! Это Руслан Терехов. Сегодня 9 декабря 2021 года. И сегодня ровно один месяц, как Лена ушла. И мы вот снимаем видео в честь ее памяти про домашнее лечо или кетчуп. Так, мы в городе Латвии, Рига. Не знаю, говорил, не говорил. Вот последние томаты, которые вырастила мама. С нашей теплички, с маленькой. Ну и, значит, будем готовить. Рецепт очень простой. Берем все томаты и режем просто на 4 части, ну и пополам, на кусочки. И в кастрюльку. Тут это недолгое видео будет. Рецепт очень простой. В принципе, на 4 части и пополам. Ну вот, на такие большие ломтики. Все это дело режется. Все, что вот подгнившее чуть-чуть уже отстоялось, это вот срезаю. У меня тут снизу мисочка. И это потом курам пойдет. Все это отдельная. Вот это навеска. Рецепт максимально простой. И, в общем, как научила мама, так мы и готовим. Она не знает, где этот рецепт в интернете, посмотрел муж сама. Но в последнее время мы вот так и делали. Так, вот тоже подгнившее срезаем. Натянуш в центр, это гниль ушло. Надо больше срезать. Вот, это сходит кура. Кусочки. В прошлом видео просили звук. Вот мы подключили сейчас ко мне этот микрофончик, как у мамы был. И свет. Но вот мы включили все, что есть из света. Что говорит, где-то темно. Ну, сейчас посмотрим, будет ли светлее это видео. Ну, и остались томатики, самые маленькие, самые крупные. Мы уже в первую очередь съели. Это уже самые такие мелочи. Что есть, то я готовил. Рецепт максимально, говорю, простой. Каждый может такое сделать. Я уже далек от кулинарии, но у меня получается, то у вас тоже получится делать. Кто захочет, тот сделает. Я думаю, даже и с покупными помидорами у вас получится. Лишнее. Нужно небольшая такая кастрюлька, сколько тут, не знаю. Литр, но 9 литра. Больше, в общем, кастрюльку помидоров пока отрезаем. Вот что мягкое такое, чуть-чуть подгнившее, это все нужно латерно срезать, чтобы оно весь вкус не испортило. Сюда. Сейчас у нас идею про это лечо снять. На будущее, может, на выходных я про камыш продолжу. Мы его нарезали. Не этот. Не сняли еще продолжение. Ну и сегодня еще будет второе кулинарное видео. Мы сразу два снимем. Сейчас пока зимой с посадками, естественно, ничего нет. Будем мамины рецепты показывать. Потихоньку. Помидоров я не знаю, насколько, наверное, полкило тут. Я не взвешивал. Миску просто остатки забрал. Так же само по специям я буду говорить на вот этот объем, а там вы просто уже умножаете. Два на три. Сколько там есть. Вот тоже подключено, надо срезать. Это какой-то, я не знаю, даже сорт, у него был темный помидор. Может, папа в курсе, не знаю. Что за темный? Есть вот желтенькие, еще там и аминькие были. Все. Тоже сюда их. Все, что есть, все пропустим. Помидоры у нас в этом году все закончились. Последние. Перцы мы спасли и заморозили их. Вымыли внутренние все семечки. Порезали на кусочки и в морозилку. Помидоры тоже это последняя партия. Больше томатов у нас нет. Помидоры. Еще немножко осталось доехать. Еще немножко осталось доехать. Обирается целая кастрюлка. Хвостики все вон. Тут самая мелочь, это куран, тут такие вот вообще горохи остались. Я не знаю, не хочется их пропускать. Убираем. Убираем. Так. Ну вот мы раз в пару дней, пока помидоры у нас были, готовили вот такое. лечо-кетчуп. Лечо-кетчуп. Мы его называем лечо, но по факту это, наверное, кетчуп. Потому что пробовал я делать, с добавлением перца был горький, не зашло нам. И остановился на том, что нужно только помидоры, только томаты. Так. И последний помидорчик. Вот. Дорезали все помидоры. Потом, значит, есть вот такая толкушка для картошки. И этой толкушкой для картошки нужно эти все томаты хорошо промять до такой однородной массы, чтобы они все выпустили сок. Никакой воды не добавляю. Пробовал вначале с добавлением воды это готовить. В итоге нет. Только помидоры. Вот эта вот толкушечка. И все это переминаем, чтобы оно выпустило, в общем, сок. У меня вот это она. Вот. Сок впустили, но можно еще получить. Ты можешь сверху снять. Не сиди. Чвякаем, пока оно все выпустит, в общем, сок. Ну, не так, чтобы совсем сильно, но вот примерно до вот такой вот консистенции. Сок оно удало. Все это дело. Лежала чайная ложка. Потом по специям. Сахара добавляем одну, две, три с половинки. Три с половиной ложки сахара. Сахар уходит. И вот у нас соль. Соли добавляем буквально вот так, пол ложечки на этот объем. Ну и все. Дальше вот этой вот чакалкой перемешиваем всю вот эту вот нашу специю. Затем ставится кастрюлька на огонь. Доводится она до кипения. И как она закипит, тушится, варится, без крышки я это делаю, один час. И нужно помешивать где-то раз в 15 минут, потому что она подхватывает, пригорает на таком среднем огне. Ну и все, я лечу кетчуп от Елены Тереховой и готов. Всем спасибо за просмотр. Как мама говорила, кто хочет тот сделает, а кому не надо тот не сделает. До скорых встреч и пока-пока.